Здравствуйте! Как стать лучшим учеником? Какие качества необходимо развивать? И как выстроена система воспитания в образовательных учреждениях? Об этом говорим мы в нашей студии. Главный специалист Министерства образования и науки Самарской области Екатерина Монголова. Здравствуйте! Здравствуйте! И руководитель регионального центра «Одаренные дети» Центра социализации молодежи Татьяна Кобелева. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие конкурсы помогают в нашей области открыть одаренных, ярких, неординарных детей? Какие проводятся? Может быть, самый серьезный, самый масштабный конкурс какой? Вы знаете, конкурсов, направленных на выявление молодых талантов в Самарской области, очень много. Если мы их с вами будем перечислять, то времени программы нам, конечно, с вами не хватит. И интеллектуальные состязания, спортивные мероприятия, художественные направленности, их очень-очень много. Поэтому есть возможность, где реализовать и раскрыть свои таланты. Но, конечно же, если вы спрашиваете о самом значимом и весомом мероприятии, мне хочется отметить это Всероссийскую Олимпиаду школьников. Это самое масштабное движение олимпиадное в нашей стране. Оно охватывает ежегодно детей с 4 по 11 класс. Почти каждый принимает участие, потому что это масштабное такое мероприятие со школьного этапа до всероссийского уровня и по 24 предметным областям. Включая такие экзотические предметы, как китайский, испанский, итальянский языки, технологии, мировая художественная культура, основа безопасности жизнедеятельности. Ну и, конечно же, наши классические, математика, физика, химия и так далее. Но это радует, что очень много конкурсов, которые помогают выявлять, как вы говорите, одаренных детей. И сами дети мотивированы. Они начинают разбираться и в себе, и родители тоже. И не только выявляются лучшие учителя, как есть у нас такой конкурс «Учитель года», но аналогично проводится конкурс «Ученик года». Расскажите о нем. Кто его организует, устраивает? Учредителем этого конкурса в Самарской области является Министерство образования и науки Самарской области, организатором наш центр и региональный центр «Одаренные дети», Центр социализации молодежи. Мы его организуем уже с 2013 года, то есть восьмой раз в этом году этот конкурс прошел. «Ученик года». Кажется, много говорит само название конкурса, а с другой стороны даже не поймешь. Какие навыки, качества выявляет? На что направлен этот конкурс в большей степени? Этот конкурс направлен на выявление разнообразных способностей и талантов школьников. И для этого есть у нас специальные процедуры. Конечно, в портфолио ребята обязательно вкладывают оценки. Но по моим наблюдениям, этот год показал следующее, что в конкурсе «Ученик года» участвовали не только отличники, но и дети, которые учатся, как говорится, на «хорошо и отлично». Хорошо и отлично. Тогда логично, наверное, спросить, а у кого удовлетворительные оценки? Они не могут принимать там участие? Или почему вот такое разделение, что только хорошисты и отличники? Ну, я думаю, что они и сами не чувствуют в себе сил. И это одно из условий приложить вот оценки, отметки об успеваемости. Качества, которыми должен обладать хороший ученик, такой вот крепкий, так скажем. Это какие? Вот какие можно назвать, если рейтинг такой составить? У меня почему-то первым стоит дисциплина. Насколько важно быть дисциплинированным всё-таки? Или нет? Вы знаете, мне кажется, понятие «хороший ученик» определение достаточно размытое. И моё личное мнение – это то, что ученик, ребёнок, гражданин, в первую очередь, должен быть с чувством патриотизма, с чувством любви к своей малой родине, к своей большой отчизне, к своей семье. Это самое главное. Никакие оценки не должны перевесить ту чашу весов, ту чашу, извините, которую бы нам поставили такую отметку «хороший» и «нехороший ученик». Нет. Дети, имеющие в своём табеле удовлетворительные оценки, могут раскрыться ярко на поле спортивных мероприятий, в культурных, творческих конкурсах или в социально значимой деятельности. Проявляя, участвуя в волонтёрских каких-то мероприятиях. Но если говорить об образовательном всё-таки аспекте, сегодня очень ценен навык поиска информации. Нужно уметь в современном мире, насколько я знаю, вот эту информацию выуживать из того же интернета, из каких-то других источников нетрадиционных, как раньше, книги и преподаватель. Книги, учебники и учитель. Вот так в основном. А сегодня вот такое разнообразие. Есть ли вот такой аспект, он отражается в конкурсе или нет, вот именно чтобы обладать палитрой этих знаний, уметь их найти? Есть. Это, наверное, несколько этапов конкурса. Но мне хотелось бы проиллюстрировать это таким этапом, как конкурс инфографики. Когда перед детьми ставится задача создать какой-то плакат языком инфографики, сообщив всё самое важное. И, как вы понимаете, что здесь не просто нужно найти информацию. Нужно её отобрать так, чтобы она была ёмкой, лаконичной, достоверной, уникальной. Потому что инфографику ребята делали на определённую тему в этом году. Это была тема, посвящённая Дню Великой Победы. Мы вместе ковали Победу, называлась она. И, значит, детям необходимо было отобрать материал то ли о своей семье, то ли о Самаре как тыловом городе, то ли о своём районе сельскохозяйственном, который тоже осуществлял вклад в Победу и так далее. И поэтому дети сегодня пользовались существующими инструментами для создания инфографики, специальными сайтами разработчиков для создания инфографики. Поэтому, я думаю, здесь какой-то аспект был не только выявление талантов, но и обучение. Потому что, может быть, в ежедневной практике им приходится не всегда с этим сталкиваться, но мы здесь их окунули в эту проблему. И как Екатерина порадовалась, наверное, ещё раз, потому что воспитательный аспект, патриотическое такое направление вы поставили на первое место. И когда вы говорите, что искали информацию, наверное, про родственников, которые прошли войну, это тоже вот этот же воспитательный аспект, патриотическое воспитание. Вы знаете, мне хочется сказать, что воспитательный момент – это же не какая-то самостоятельная деятельность, не какой-то самостоятельный проблем. Она совместная должна быть. Воспитательная деятельность, она пронизывает красными нитями все наши деятельности – образовательную, спортивную, культурную. На общеобразовательном предмете можно ученику вкладывать любовь к своим соотечественникам, которые привнесли значительный вклад в развитие науки, культуры, искусства, спорта, порождать чувство гордости за свою родину, гордиться достижениями, изобретениями. Поэтому нельзя сказать, что сегодня мы воспитываем, развиваем чувство добра, чувство любви. Нет, это делается всегда небольшими крупицами, каждый день, каждую минуту. Я думаю, все формируется не только в школе, но и в семье. И каждый из нас дома, на работе, такие вот маленькие элементы добра, любви и иных ключевых моментов воспитания всегда вкладывает. Да. Вы сказали вот про инфографику, это такое домашнее задание, наверное, было, да? Есть еще, было домашнее задание сделать видеоролики на тему лепбук. Вот название интригующее, прямо скажем, вот можете раскрыть. Лепбук и семейные хроники – это тоже вот в рамках той темы, которую мы уже затронули, воспитание. Воспитание, оно предполагает передачу ценностей прежде всего. И как Екатерина Геннадьевна отметила, что эта передача ценностей начинается в семье. И когда мы просматривали домашнее задание детей, а это один из критериев, по которым мы их отобрали на очный этап, мы удивлялись, с одной стороны, фантазии детей, потому что лепбуки – это в переводе записная книжка. То есть знакомая нам с детства книжка с какими-то кармашками, секретиками, которые можно… Переставлять местами. Интерактивно как-то взаимодействовать с ней, с этой книгой. Так вот, дети это готовили сами. Кто-то делал это как музейную экспозицию, кто-то принес, знаете, фибровый чемодан, на крышке которого были вот эти самые кармашки, в которых информация о членах семьи размещалась. Но я понимаю, что ни один ребенок это не мог бы сделать без поддержки семьи. Потому что сегодняшним детям приходится говорить об участниках Великой Отечественной войны уже не о своих там папах или мамах или дедушках, а уже они говорят о прабабушках и прадедушках. И если бы это не хранилось в семьях, не передавалось из поколения в поколение эти живые истории, то мы никогда бы не смогли их услышать. В семьях это хранится очень трепетно, я вас заверяю. Я даже вот как историк по образованию восхищалась, отдавала дань должного этим детям и их семьям, потому что это систематизированная информация, боевой путь прослежен, собраны фотографии, переписка, места захоронения установлены. И таким образом действительно этим родителям есть что передать своим детям. Но еще тут хочу добавить, что слушая эти истории, мы их слушали с трепетом. И риторическим для нас оставался вопрос, хотят ли русские войны. Через каждую семью прошло это испытание, и дети не понаслышке об этом знают, и прикоснулись и благодаря конкурсу, и благодаря своим родителям еще раз к этой истории. Да, это очень важно. И еще сегодня такая тенденция, очень многие заведения проводят мастер-классы, от музеев до галерей и чего угодно. В этом конкурсе тоже можно чему-то научиться или показать свои умения? Как-то вот эта тема отражена? Да, в этом конкурсе традиционно есть такой этап, когда дети показывают мастер-класс. Называется он «Формула успеха», то есть «Как быть успешным человеком». Но каждый ребенок это понимает по-разному, в силу того, в чем он успешен, в чем он мастер. А здесь важно взаимодействовать с аудиторией и пригласить на сцену тех ребят из других команд, которые не знают, чему их будут обучать. И надо сказать, у нас такая публика была, участники конкурса и группы поддержки, что они очень хорошо откликались на все эти конкурсы. И ребята учили и ораторскому искусству, дикторскому искусству, они передавали за короткие 10 минут свои умения сложить оркестр, составить оркестр. Вот победитель нашего конкурса Диана Скурышина, она показывала как раз, как можно по партитуре, не умеющим петь детям, играть на всевозможных народных инструментах. И за короткое время у нее сложился оркестр. Да, да. То есть на самом деле на этом конкурсе можно было чему-то научиться и передать свое мастерство. Что касается, да, пожалуйста, конечно. Мне бы хотелось отметить, что в этом конкурсе, наверное, каждый этап наполнен той возможностью, что ученик может продемонстрировать свои возможности. И широка страна моя родная, там, где ученик показывает свои национальные корни, причастность к какой-то национальности. В национальном костюме выходит, показывает песни, припевки, народные игры, угощает народными блюдами, вовлекая в этот процесс, не только демонстрируя свои вокальные, танцевальные способности, но и вовлекает в этот процесс и других участников. И происходит это все на одном дыхании, в едином стиле. Конкурс-визитки, где ученики тоже презентуют все грани своих талантов. И от учебных достижений до всех остальных спортивных. А что вы скажете о лидерских качествах? В последнее время тоже на лидерские качества ставят акценты именно у детей, развитие лидерских качеств. Но я думаю, что не все могут быть лидерами. Насколько это оправдано, такое отношение, такое продвижение именно этого качества? И в этом конкурсе насколько это было отражено? У нас было такое задание, это как раз была визитка, она называлась «Я лидер», где свои лидерские качества, где нужно было показать понимание того, что за человек этот лидер. И я думаю, что мы действительно сегодня стремимся детей сделать, воспитать яркими, самобытными, но иногда неправильно, на мой взгляд, вкладываем смыслы в понятие лидер. Это не авторитарный человек, не человек, который занимается постоянной самопрезентацией, а это прежде всего человек, который ведет за собой, то есть он увлеченный своим делом, он мастер своего дела, он может заразить этим делом. Вот этот человек лидер. Но он еще и болеет за дело и за команду. И вот наш конкурс эти качества воспитывает, потому что у этого конкурсанта была группа поддержки, которая преференций каких-то не получает от этого конкурса, кроме дружбы, кроме возможности поучаствовать в интересном деле, выступить от лица школы и так далее. Но вот говоря о современных тенденциях формирования лидеров, я хочу сказать, что сегодня акцент делается уже не просто на знаниях или умениях отдельного человека в качестве руководителя, а сегодня очень много говорят об эмоциональном интеллекте. Я недавно читала статью руководителя агрохолдинга из Белгородской области, всем известный нам продукт растительное масло, слобода оттуда и майонез. И вот они формируют команду, которая работает у них на предприятии. Поскольку они уже вышли на мировой рынок и конкурируют с транснациональными корпорациями, это очень важно, какой коллектив там работает. Это они когда-то делали ставку на выпускников ведущих вузов, вот заточенных на это самое лидерство. И сегодня говорят о том, что для них важнее люди с эмоциональным интеллектом, которые переживают за компанию, за общее дело, а не за собственный успех и собственное продвижение. Потому что такие люди, сделав карьеру, они легко компанию оставляли и переходили в другую. Поэтому наша задача, как педагогов и воспитателей, формировать людей, которые переживают за общее дело. Лидерство не самоцель. Да, понятно. Екатерина Геннадьевна, расскажите, как в целом выстроена работа с одаренными детьми в области? Потому что это специфическая все-таки работа, я думаю. Работа с одаренными детьми в Самарской области многоуровневая и многоплановая. И она не стоит на месте, она постоянно дополняется новыми направлениями, прирастая новыми конкурсами, новыми способами выявления молодых талантов, их сопровождением и поощрением. Широко развиты меры поддержки молодых талантов, губернаторскими премиями, интересными поездками во всероссийские детские оздоровительные лагеря. То есть можно много рассказывать об этом, но, наверное, из самых актуальных и самых последних, мне хочется отметить то, что в Самарской области было открыто в сентябре 2019 года и начал свою работу «Региональный центр для одаренных детей», работающий именно по образу образовательного всероссийского центра «Сириус». Получил название «Вега». И с 1 сентября уже заработали первые профильные специализированные смены по направлениям наука, искусство и спорт. Было заключено соглашение с Всероссийским фондом «Талант и успех». И вот мы налаживаем такое взаимодействие. В планах приглашать ведущих актеров, музыкантов, спортсменов, их тренеров, ну и, конечно же, ведущих ученых, чтобы из первых уст, вот таких высоких, достигших такие высокие достижения, передавать знания и умения нашим самарским детям, воспитывая в них таланты, поддерживая их способности. Да, ну очень интересная, хорошая инициатива на самом деле, потому что детям что важно? Интерес, задор. Если они увидят популярного какого-то человека, вы говорите, и артистов, и погрузятся в науку, да, что-то для себя. Я бы как-то была летом в какой-то смене в лагере, вот именно с научным направлением, поразилась, насколько дети увлечены, они что-то там собирают, конструируют, строят, буквально погружены в это дело. Погружены в это. Конечно, это нужно развивать, да, вот такое направление. Потому что такие маленькие, а уже они в науке, вот в серьезном абсолютно отношении. Ведут дискуссию на научном языке, сами горды, что они используют эту терминологию, общаются, кто какое решение нашел, альтернативный способ решения. И действительно это нужно поддерживать. Формируют не только их знания и умения, но у них же растет и круг общения. С такими же заинтересованными, погруженными в ту отрасль предметную или спортивную какую-то, завязываются знакомства, которые будут продолжены по жизни. Если вернуться к конкурсу ученик года, то на каком он сегодня этапе, есть ли победитель? И еще важный вопрос, что все-таки получают дети, ну кроме места? Есть ли какая-то поддержка, чтобы даже финансовая, чтобы продолжать вот этот вот свой задор, чтобы он был подкреплен? Я хочу сказать, что у нас 26 февраля 2020 года прошел заключительный этап, очный этап областного конкурса ученик года 2020, и был выявлен победитель. Им стал Скурушина Диана, это ученица 161-й школы городского округа Самара, и теперь она вместе со своей группой поддержки, сопровождающим педагогом с 23 по 28 марта будет принимать участие в межрегиональном этапе в городе Ульяновске, который пройдет, и на который соберется 65 команд из различных субъектов Российской Федерации. Это конкурс такой мощный, значимый, и победитель этого конкурса получает грант в 100 тысяч рублей, а на уровне Самарской области все у нас здесь получили призы, и победитель получил тоже приз в виде планшета. У него памятная статуэтка, дипломы, награды. Вот таким образом. Конечно, очень приятно, что самарская школьница стала победительницей, но как другие города, может быть, районы были представлены? Насколько уровень тоже высокий? Вот это хотелось бы услышать. Знаете, уровень очень высокий, конкуренция всегда идет очень серьезная, что называется, ноздря в ноздрю, и подводя итоговые баллы, в жюри развертываются такие споры, приводя те или иные аргументы в пользу того или другого конкурсанта. Вот фигурировало имя Тимур Лузянин. Он откуда? Он из Шанталы. А, ну вот видите. Он из Шанталы, замечательный такой, глубокий очень мальчик, и молодой человек, который собирается поступать на специальность нанотехнологии в Самарский государственный университет. И он очень разносторонний, и на самом деле он вошел в пятерку лидеров. Вот хочется тоже, чтобы районы были представлены. Мне хочется отметить, что районы представлены, и всегда это пальма первенства, переходят из одной территории Самарской области в другую. Но мне хочется отметить победителей прошлых лет из Сызрани. Вспомнить победителя 2018 года Новикова Альберта, который, поехав в Ульяновск на заключительный, финальный вот этот этап, стал там абсолютным победителем и вернулся не только с призовым фодом, но и принеся нам в копилку Самарской области такое значительно весомое достижение. А сейчас мы его приглашаем в состав жюри. Он с удовольствием откликается на наше приглашение и всегда тоже передает свои навыки, опыт, свои полезные какие-то моменты. Новым победителям учит их, как успешным быть на финале. Да, вот только хотел спросить про жюри, кто же судит, потому что, опять же, тенденция последняя, что детское жюри тоже должно быть, потому что не могут взрослые очень органично своему возрасту все-таки вот понять ребенка. А дети, они же все сразу видят. Но мы воспримем это как идею, потому что детского жюри у нас на самом деле не было, и я подумала, что это было бы здорово определить такой приз зрительских симпатий. Да, когда сами ученики выдвигают своего ровесника на какое-то время, видение, вот свое видение, потому что взрослых оно может быть и отличным, они уже по другим критериям оценивают. Но я поясню, почему не было, потому что в зале у нас присутствуют представители команд поддержки. Они тоже задействованы все-таки. Они тоже задействованы. А если приглашать сторонних ребят, те образовательные учреждения, которые не задействованы, то вполне возможно, вот такой опыт будет интересным и позволит нам, членам жюри, взглянуть на это с другой стороны глазами детей. А вообще у нас в жюри это и представители прессы, Ольга Викторовна Толочная, руководитель, главный редактор газеты «Самарское образование», образование «Самарский регион», я боюсь сейчас неверно сказать. У нас и представители общественных организаций присутствуют в жюри. Наталья Олеговна Бондаренко, руководители детских организаций «Самарской области». У нас руководители или представители государственных областных организаций. Если это год экологической направленности, мы приглашаем в команду экологов. Если это год театра, то представителей культуры приглашаем. Поэтому у нас такой сменный состав в жюри, что позволяет нам, надеюсь, судить объективно. Обычно, когда завершается конкурс, начинается уже подготовка к следующему. У вас уже есть какие-то планы? Какой это будет год? Каких специалистов из какого направления вы пригласите? Ну, я хочу сказать, нет. Пока таких планов нет. У нас идет подготовка сейчас к участию в межрегиональном этапе в Ульяновске. Нашему победителю, его команде, администрации школы надо проделать большую работу для того, чтобы выступить достойно на этом конкурсе. Мы помогаем советам, делам. Но я хочу отметить, что победа в этом конкурсе вообще невозможна без команды. Как вы поняли, что есть группа поддержки, но побеждают те дети, за которыми заинтересованы люди. Это родители. Вот про 161-ю школу мы говорим. Это и классный руководитель, это и заучи, директор. Они сейчас просто живут этим конкурсом. Созваниваемся мы каждый день. Они сверяют часы, так сказать, правильно, неправильно. Они думают. Мы пытаемся помочь советам. А на следующий год, какой будет конкурс, нам покажет положение всероссийского или межрегионального конкурса. Мы будем на него ориентироваться. И с тем, чтобы наши дети, приняв участие в областном конкурсе, были, так сказать, в тренде того межрегионального, на который они поедут. Екатерина Геннадьевна, вообще воспитательный процесс в школах, как он выстраивается? Потому что, ну не секрет, образование, оно приоритетно все-таки, образование у детей. А потом уже, вы сказали, что это как-то совместно, но все-таки сначала образование, потом воспитание. Вот как в школах выстраивается воспитательный процесс? Вот какой механизм? Ну, мне хочется вернуться к тому тезису, который был сказан ранее. Отдельно, как самостоятельное звено не существует, вплетено в канву всех деятельностей, которые проводятся и в школах, и в учреждениях. И этому уделяется внимание? Совершенно верно. Через классное руководство, наверное, все-таки в основном, да? Через классное руководство, через проведение определенных мероприятий. Например, только что недавно завершен такой большой конкурс сочинений под названием «Без срока давности». Здесь, наверное, поработали и на уроках учителя, задавая тему, помогая написать это сочинение. Поэтому здесь нужно говорить о том, что это планомерная работа, и она не оторвана как самостоятельно. Еще очень важно, что связь с семьей, вот через все это идет, не только школьник и ученик, школа и ученики работают, да? И еще семья, все это включается. Конечно, школы стремятся привлечь семью в свою деятельность, проводить совместные мероприятия. Вот эти выходные были проведены под знаком масленицы, были развернуты во всех школах масленичные гуляния с приготовлением блинов. Да, и, конечно, и мамы тут, и родители, и бабушки всегда подключились с большим удовольствием. Ну что ж, на этой такой позитивной ноте мы закончим наш разговор. Спасибо большое за то, что вы делаете, за наших одаренных детей. Всего хорошего, прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!